МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в регионе у нас 783 крестьянско-фермерских хозяйства, где-то около 183 тысяч граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства, 80 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Вот они производят продукцию, у них есть излишки. Наша задача, которую поставил президент России на совещание 20 мая текущего года по вопросам АПК, создать благоприятные условия для них. Деньги, выделенные государством в форме грантовой поддержки, успешно осваиваются. Уже сегодня они освоены на 92%. Кроме того, эти же средства формируют условия для создания рабочих мест. Чтобы освоить грант грамотно и не потерять их, фермеры обращаются в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Центр работал даже в период самоизоляции. В апреле месяце проводились видеоконференции встречи с администрацией всех муниципальных образований Ульяновской области. На них были проверены документы, проверена готовность 65 претендентов на участие в грантах агростартапа. С каждым участником встречаются лично, проверяют состояние хозяйства, документов, оказывают необходимую консультационную помощь. На сегодня прием заявок на конкурс завершен, но есть и другие формы поддержки. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по телефону 440131 и 423155. У каждого стартапа своя история, но без Минхельхоза и Центра компетенций ни в одной не обошлось. Хочу сказать, что если на тот момент, когда мы создавались, только у нас был маленький коллектив членов, сейчас уже, когда узнали, какие поддержки, есть члены, ну, все больше людей хотят стать членами кооператива. Подумали, посоветовали с супругом, решили, что почему бы нам как бы не развить вот разведение дойных коров. Решили, собственных средств, естественно, нас не хватало, у нас на тот момент было всего своих 10 голов коров, и решили обратиться за помощью и за поддержкой Министерства сельского хозяйства и поучаствовать в программе. Сначала мы написали бизнес-план, план расходов, собрали весь необходимый пакет документов и решили поучаствовать мы сначала в программе начинающей фермы. Если еще недавно в агроконкурсах предпочтение отдавалось молочному животноводству, то теперь жюри с удовольствием принимает проекты по разведению птицы и растениеводству. Мы как бы уже купили помещение, сейчас там делаем ремонт, и в дальнейшем, как хотим поставить там оборудование и начать уже сами переработку молочной продукции, то есть сыры, творога, сметану, все масло. В 2016 году по инициативе губернатора Ульянской области Сергея Морозова был принят специальный областной закон о кооперации. Согласно ему, субсидии из бюджета можно получить на закупку молока, на приобретение коров и нетелей, на покупку мини-теплиц и грант на строительство мини-ферм. Комплексный подход к развитию сельских территорий отмечен на Всероссийском дне поля. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Уллправды ТВ.